Всего за несколько дней Казахстан из спокойного государства с размеренным ритмом жизни превратился в горячую точку на карте. Сотни разбитых витрин и ограбленных магазинов. В лучших традициях цветных революций диверсия произошла на новогодние праздники, когда власти меньше всего этого ожидали. Все, полиция убегает. Митингующие победили, кажется. Смотри, полицейских избивают. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов. Избивает военнослужащих. Издевается над ними. Голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин. Грабят магазины. Но, быть может, вот что самое важное. Что послужило детонаторам протеста. Триггером, запустившим бунт. Им стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Самый популярный вид топлива для жителей Казахстана. Цену за литр подняли с нового года аж в два раза. С 50 до 100 тенге. Или с 9 до 20 рублей. И возникает вопрос. Власти Казахстана дураки? Ну, поднимали бы цену постепенно. По рублю, через день. Чтобы народ привыкал. Нет. Цену подняли сразу и в два раза. Будто устроив провокацию. Чтобы вызвать взрыв недовольства населения. Итак, самое главное. Искру для взрыва социального бунта дало само правительство Казахстана. А затем, как по нотам, протест охватил почти все крупные города страны. Причем с подозрительной быстротой. А Казахстан – девятая в мире страна по занимаемой территории. Протестующие сначала требовали снижения цен на газ и отставки правительства. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев цену снизил до прежней и отправил правительство в отставку. Но народные волнения на этом не успокоились. Протестующие перешли от экономических требований к политическим. Они стали требовать отставки самого президента. Новые выборы. И главное – уход из власти клана Назарбаева. Их лозунг – шалкет, что в переводе означает «старик, уходи». Нурсултану Назарбаеву, многолетнему, бессменному лидеру Казахстана, 81 год. В 2019 году он добровольно отошел от дел, утвердив на пост президента своего ставленника – Такаева. А сам присвоил себе титул лидера нации – елбасы и занимал пост председателя Совета безопасности страны. Кстати, на днях под давлением протестов Назарбаев ушел и с этого поста. Председателем Совбеза стал президент Такаев. За все время Назарбаев никак не высказался о протестах. А Такаев показал, что он не так прост, когда столкнулся с цветной революцией, курируемой из-за рубежа. Или вы думаете, что народ сам собой организовался и вышел громить мэрии, захватывать резиденцию президента, жечь полицейские машины, воевать с силовиками, захватывать РУВД, чтобы завладеть оружием, выдвигать политические требования? Вам не кажется странным, что стихийная толпа вдруг начала действовать методично, по пунктам, причем на протяжении нескольких дней? Совершенно очевидно, что протестующими управляли хорошо подготовленные внутренние кураторы. Это они организуют и направляют толпу. Они убеждали силовиков сдавать оружие и переходить на сторону протестующих. А вооруженная толпа это уже попахивает гражданской войной. В этой почти военной ситуации президент Касым-Жамарт-Такаев показал, что он не безвольная марионетка Назарбаева, а самостоятельный политик. Он заявил, что бы ни было, он будет находиться в столице и подчеркнул, что будет действовать жестко. Проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории, митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Такаев принимает оперативные решения, вводит в чрезвычайное положение по всей стране, говорит с нацией уверенно, дает гарантии силовикам, что не оставит их на растерзание протестующих. И это шанс для Такаева, вполне уже опытного политика, перехватить власть в стране, выйти из-под опеки клана Назарбаева и хотя бы частично отодвинуть его от кормушки. Семья Назарбаева управляет всеми крупнейшими предприятиями и банками в Казахстане. Теперь о том, что же привело к январским восстаниям в Казахстане. Как уже говорилось, детонатором послужило повышение цен, исходящее из правительства. А протестующие будто только этого и ждали, в несколько дней разыграв стандартный сценарий цветных революций. Я возглавляю штаб контртеррористический, статистику теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время. В Алма-Ате, в других городах захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматой с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны. Это упорный бой, поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать, и нужно рассматривать, как акт агрессии. Президент Такаев уже называет протестующих террористами, и это позволяет ему просить вмешаться силы ОДКБ, организации договора о коллективной безопасности. Кремль и другие государства посылают в Казахстан свои силовые контингенты и наводят в стране порядок. Но теперь начинает просматриваться кукловод казахского бунта. Одной рукой он закладывает бомбу резкого повышения цен, другой готовит террористов для революции. И 1 января начинается Майдан-шоу. В планах этого кукловода создание на юге России второй Украины, в горячую войну с которой уже несколько лет пытаются втянуть Россию. Эта ситуация возникла не вдруг. В Казахстане фонд Сороса и около 16 тысяч зарубежных НКО все 30 лет после развала СССР взращивали в молодежи пещерный национализм. Эти фонды уже воспитали бандеровский Гитлер-Югент на Украине. Ненависть к российским оккупантам и к русскому языку прибивали и казахам. Это оттуда берет истоки масштабная дерусификация Казахстана, запрет кириллицы, языковые патрули, когда националисты ходят по магазинам и проверяют, переведены ли этикетки на казахский язык. Также запугивают и заставляют русскоязычных граждан говорить на казахском. Все по украинскому сценарию. Это при том, что русский язык является общим для шестой части суши планеты, когда-то объединенной в одну страну – СССР. А где у вас написано, что у вас в магазине чисто на русском разговаривали? Каждый день будем требовать сюда приехать на казахском языке. Давайте. Тут такое, что ты с меня требовал. Пожилая продавщица вызвала гнев покупателю, потому что говорила, отпускай товары на русском языке. Похожие ролики в последнее время снимают в разных городах Казахстана – от Павлодара до Алматы. И выкладывают в сеть. Я вас обслуживаю. Не надо говорить на русском, надо говорить на казахском. А я вас обслуживаю молча. Не молча. То, что вы мне сказали на казахском, я все понимаю. Я пришел на своем родном казахском языке, хочу получить информацию, а мне говорят, а я не обязан говорить на казахском языке. Извини, дорогая, есть законы республики Казахстан, которые нужно уважать и подчиняться. В своем весьма изменчивом и противоречивом отношении к русскому языку Ахметов схож с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. В начале этого года Кремень прославился в международных СМИ, призывая украинцев писать доносы друг на друга за использование русского языка в сфере услуг. Этот внутренний враг 30 лет вливает миллиарды долларов в воспитание казахского национализма. А в конце этого года мир потрясла сцена расстрела студента с советскими солдатами, поставленная в казахском детском саду. Как говорится, хочешь победить врага – воспитай его детей. Все 30 лет Назарбаев смотрел сквозь пальцы на то, как Запад по украинскому сценарию воспитывает казахов против России. Как взращивает оппозицию с целью государственного переворота. И если этот переворот состоится, новая власть в Казахстане будет антироссийской, как на Украине. Так что попытка казахского Майдана была лишь вопросом времени. Кстати, именно о времени. Казахский Майдан вспыхнул спустя несколько дней после ультиматума Путина НАТО. В конце декабря 2021 года президент России потребовал прекратить расширение западного военного альянса на восток и заявил, что все постсоветское пространство является зоной влияния России. Россия требует от Запада гарантий, что Украина не войдет в блок НАТО и не станет плацдармом для развертывания вооружений, направленных против России. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить. И этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. И сразу с первых чисел Нового года вспыхнул Казахстан. Владимир Путин просто не мог не вмешаться. Россия не может оставить Казахстан по ряду важнейших геополитических причин. У государств граница в 7,5 тысяч километров. Через Казахстан Россию можно разрушить изнутри. А еще Казахстан – это контроль над всей Средней Азией. Казахстан – это богатейшая полезными ископаемыми страна, без которых Россия сегодня развиваться не может. Это в том числе и уран. Мировым лидером по его добыче является Казахстан. Судя по этим фактам, России, Казахстану будет оказана вся необходимая поддержка. Президент страны Касым Жамарт Такаев будет и в дальнейшем опираться на помощь Москвы, чтобы установить единоличную власть в стране. Что ж, создать вторую Украину на юге России у Запада не получилось. А 10 января назначены переговоры между Путином и Байденом в Женеве. Через три дня после этого состоится саммит в формате РФ-НАТО. И на той же неделе – встреча по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Большая геополитическая игра продолжается. Дело не в том, чтобы вводить войска, а не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова